Верховный Совет Приднестровья Тем не менее, депутаты Верховного Совета настроились серьезно. С 17 парламентариями разработан специальный проект. По инициативе 17, как его сегодня называют, в Конституцию вносятся определенные поправки. Одним пакетом документов депутаты буквально меняют все основные положения Конституции. Даже если и есть такая необходимость внесения изменений в Конституцию, все-таки их нельзя вносить пакетом. Это не голосование за президиум на собрании. Это серьезные вопросы. И каждая из внесенных поправок касается достаточно далеких друг от друга политических институтов и далеких друг от друга политико-правовых отношений. Поэтому вот так вот списком голосовать эти поправки неприлично даже. В измененной Конституции повышается уровень отчетности президента и министров перед Верховным Советом, ликвидируется институт вице-президента. В ситуациях экстремального характера, например, при досрочном сложении президентом своих полномочий, повышается политический статус парламента. Именно он должен назначить лицо, которое будет заменять главу государства. Ранее вместо него оставался вице-президент. Исключение должности вице-президента без единовременного введения должности главы правительства является шагом к преобразованию президентской республики в парламентскую, поскольку во всех случаях, когда президент не сможет исполнять свои полномочия, их будет исполнять лицо, назначенное Верховным Советом. Представители исполнительной ветви власти, министры и помощники президента несколько часов объясняли депутатам свою позицию. Смысл выступления один – носить предлагаемые изменения в Конституцию неуместно. Законы, я бы попросил учитывать, издаются не только для юридической чистоты и выработки на будущее поколение, а для непосредственной жизни сегодня. Сегодня, подчеркиваю, в тех условиях, в которых находится наше государство. И вот тут посылать, куда я специально взял вам и привел примеры великих. И все вот эти изменения, а именно гармонизация, а не унификация, хотел бы еще раз подчеркнуть. Ибо сами мы понимаем, и здесь уже доработали и до нас, все наши предки великие, говорят, что у каждого есть свои особенности, которые нельзя учитывать. Дальше. Вот вы во всех изменениях не вводите ограничения законодательной власти. Вот Россия, оно есть. Отклонения, вот которые вам приводили, отклонил и все, и на этом закончили. Президентская республика. Верховный Совет направляет, как бы говорят, баланс, направляет информацию в проделанной работе. Опять обращаю внимание, там представляет информацию каждый руководитель органов исполнительной власти, а Верховный Совет в комплексе, не комитеты, не комиссии, а в комплексе представляет. Что дальше? Президенту опять только дается для получения, ну, какой-то информации. Непонятно, для чего она будет использована. Ну, даст он предложение, а вы потом его не примете своими голосами. Изменять Конституцию – это очень сложный процесс, считает Игорь Смирнов. Поэтому данный вопрос необходимо выносить на всеобщее обсуждение, не только депутатами. Так как данная процедура соблюдена не было, президент предложил отложить принятие проекта Конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию ПМР в первом чтении и приступить к его широкому обсуждению. Каждый из вас представитель части народа. Президент избирает весь народ. Просил бы понимать, почему президентская республика в этих условиях становления. Жесткая вертикаль должна быть исполнительной власти. Сейчас вы пытаетесь каким-то образом. И давно наблюдал за этим спокойно, успокаивал себя и всех остальных. Выдергивая отдельные статьи Конституции, говорит, а мы делаем у нас все президентское. Не пойдет же, что останется название, а исполнительная власть будет командовать законодателем. Этого не будет. Изменения в Конституцию вносились путем всенародного референдума. Поправки, которые предлагают нести депутаты Верховного Совета, затрагивают важные главы основного закона страны. Носить изменения или нет может решить только население республики. Представители исполнительной ветви власти предлагают провести референдум по данному вопросу. Ввиду того, что предлагаемые депутатами Верховного Совета изменения в Конституцию фактически изменяют форму правления, что является достаточно важным государственным вопросом, а также то, что депутаты обязаны представлять волю народа, а не интересы определенной группы депутатов, полагаем необходимым предлагаемые изменения вынести на обсуждение населения и принять Верховным Советом решение о проведении конституционного референдума. Сами поправки в Конституцию находятся в правовом поле. Депутаты имеют право на их внесение, рассмотрение и принятие. Даже если на законопроект будет наложена президентская вета, запрет, поправки все равно могут быть приняты. Заметьте, как написано. По истечении установлено настоящей статьей срока для подписания отлонения закона, закон считается одобренным президентом. Скажите, что за формировка считается без подписи? Вы что напишите внизу, что он не подписан, но считается? Когда писали эту фразу, надо же было подумать. А кто же тогда его опубликует официально? За чей подписью пойдет это? Что это за форма? Изменения в Конституцию можно внести после референдума. Игорь Смирнов предложил парламентариям провести всенародное голосование по данному вопросу, если депутаты считают, что данные изменения сейчас необходимы. Мы, уважаемые, давайте проведем референдум. Но проведем сразу с условием. После референдума уходит тот или уходит этот. Я готов и на это. Но чувствую, что это пользу обществу просто не принесет. После этого выступления президент и министры покинули зал заседаний. Несмотря на это депутаты продолжили сессию. Поставили данный законопроект на голосование. 39 депутатов из 40 отдали свой голос за изменения в Конституцию. Таким образом законопроект был принят в первом чтении. Вот так вот списком голосовать эти поправки неприлично даже. Вот я долго подбирала слово. Неприлично со стороны людей, наделенных высшей политической властью в государстве. Каждая поправка, в любом случае, если даже она нужна, хотя, на мой взгляд, предложенные поправки не актуальны на сегодняшний день, все-таки должна голосоваться отдельно. По мнению народных избранников, поправки позволят более эффективно работать органом власти и управления. Эти цели преследовали депутаты при принятии законопроекта. Устранить пробелы в совершенстве законодательства. Однако есть мнения диаметрально противоположные. Меня настораживает и усиление роли Верховного Совета по отношению к должностным лицам, представляющим другие ветви власти. То есть, таким образом, поправки приведут к нарушению важнейшего принципа правового демократического государства, принципа разделения властей. И это так откровенно выглядит, только невнимательный читатель может этого не заметить. В Конституции предусмотрен двухмесячный срок между первым и вторым чтением. Все это время будет вестись работа по поиску компромиссов между законодательной и исполнительной ветвями власти. Только прийти к ним будет очень сложно. Слишком разные позиции в отношении нашумевшего законопроекта. Кроме того, глава государства отказался участвовать в обсуждении уже принятых в первом чтении поправок в Конституцию страны. Александр Логутин, Тимофей Чекан. Проект Наблюдатель.